Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы постигаем премудрости английского языка. Давайте сегодня поговорим об одной отличительной особенности английского, которую нужно учитывать каждому, кто хочет говорить на английском максимально естественно. Особенность эта состоит в том, что носители английского языка очень любят подчеркивать принадлежность чего-то кому-то, то есть вставлять такие слова, как «мой», «твой», «наш», «ваш» и так далее. Например, по-русски мы говорим «Она расчесывает волосы». Наиболее естественный вариант сказать это же предложение по-английски «She brushes her hair» – она расчесывает ее волосы. Как бы странно это ни звучало, как бы логически понятно ни было, что она расчесывает именно свои волосы, носители английского языка всегда стремятся уточнить наверняка, чтобы было разложено по полочкам, кому принадлежат волосы. Давайте рассмотрим другие примеры, подтверждающие существование такой особенности. «Я чищу зубы». «Как часто ты чистишь зубы?» «Она моет волосы два раза в неделю». «Он помыл руки». «Я хочу постричься». «Заправь рубашку». «Она оставила сумочку в машине». «Мне жаль, чтобы пропустили автобус». «Чем вы любите заниматься в свободное время?» «Тебе нравится новая работа?» «Чай готов». «Your tea is ready». «Он потерял кошелек». «He lost his wallet». Для того, чтобы в будущем говорить максимально естественно и знать ситуации, в которых принято упоминать принадлежность, анализируйте предложения, которые вы читаете, фильмы или сериалы, которые вы смотрите, и обращайте внимание на подобные особенности, ведь зная их вы сможете говорить по-английски гораздо лучше. Желаю вам успехов в изучении, надеюсь, это видео было для вас полезно. Напишите свои примеры предложений с указанием принадлежности в комментариях. Смотрите полезные ссылки под этим видео. Также напоминаю вам о своем втором канале, который посвящен коротким лексическим урокам. Заходите и смотрите. Спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.